Курс рубля и интервью звезды ТикТок Алины Хомяк. Главное за неделю. Самые важные события недели по версии читателей Информбюро КИЗ. Главной новостью недели стал курс рубля к тенге. С начала года рубль подорожал по отношению к тенге почти на 50%. Всю неделю он то превышал отметку в 9 тенге на бирже, то опускался ниже. В обменниках из-за низкого спроса рубль продают дешевле. В среднем по 8 тенге, а покупают за 7,5 тенге. Депутат Мажелиса Аманжан Жамалов заявил, что курс рубля в Казахстане искусственный. Из-за высокого курса иностранцы вывозят из Казахстана доллары и товары, а рубли остаются у нас. Он предложил ограничить вывод долларов и евро для иностранцев, которые меняют рубли на другую валюту. Ограничить покупку и продажу российских рублей в обменниках. Ввести специальный расчетный курс рубля к тенге. Накопленную в Казахстане массу рублей использовать для досрочного погашения госдолга, номинированного в рублях. Скандалом недели стали последствия ливня в Алматы. Дома, расположенные в предгорьях, начали сползать вниз. Постройки оседают, а некоторые разваливаются и обрушиваются на дома соседей снизу. Зияющие дыры в асфальте, пустоты между фундаментом и землей, трещины в стенах и кровли. В таких условиях живут сотни жителей улицы Горной. Весь район признали аварийным. В 2019 году здесь соорудили габионную конструкцию, но она начала сыпаться. В топ-3 лучших материалов недели вошло эксклюзивное интервью звезды ТикТок Алины Хомяк-Ким. Шесть детей, большой дом. Кажется, как будто мне фортунуло. Другой остается, говорит, блин, я те же с Хомяком в комедиклабе видел. Я думала, я там замуж выйду. Во время СССР это очень ценилось. Сейчас другое время. Наверное, после съемок я и с ними не увижусь. А у тебя есть время на отношения? Я могу найти. Я напрыгнула в окно. Netflix. Пожалуйста, если вы это смотрите. Алматинка, известная под ником Хомяк, самый популярный ТикТокер СНГ. У нее более 40 миллионов подписчиков. Алина поделилась личным, мечтами, планами, представлениями о том, какой будет ее семья. Ее продюсер Биг Султан Казыбек рассказал о казахстанских ТикТок-хаусах и о том, как зажигаются звезды соцсетей. Мы были первые, по сути, в Казахстане. Биг Хаус – это первый ТикТок-хаус в Казахстане. Замыкает топ главных материалов недели по версии читателей Информбюро КИЗ новость о том, зачем Акимат выделил 111 миллионов тенге на концерт Розы Рымбаевой. О предстоящих тратах бюджета сообщил блогер Ирлан Нурпиисов в Facebook. По его данным, Управление культуры Алматы заложило в проект бюджета на 2022 год расходы на концерты. Розы Рымбаевой – 111 миллионов тенге, Жамили Серкибаевой – 69 миллионов тенге, Марата Бесингалиева – 40 миллионов тенге. Итого 220 миллионов тенге на помощь трем популярным артистам. Блогер требовал ответа на вопрос – это не перебор? В Управлении культуры Алматы назвали проект бюджета рабочим материалом и заявили, что сметы еще рассматриваются. Было решено, что на концерт с Жамили Серкибаевой бюджетные средства выделяться не будут. Сметы, опубликованные отдельными пользователями соцсетей – это только варианты расчетов, предоставленных Управлению культуры, коммерческими структурами и самими артистами. Говорится в сообщении пресс-службы управления. Редакция Информбюро КЗ пыталась связаться с Розой Рымбаевой и уточнить у нее подробности, но ни на один вопрос мы так и не получили ответа. Директор артистки сказал, что хочет обойтись без комментариев. И добавил, что вообще не в курсе о проведении этого концерта. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. В комментариях вы можете задать любые вопросы нашей редакции. С вами был Информбюро КЗ. Оставайтесь с нами.